Ребята, всем привет! Значит, тема такая. Произвожу входной контроль новой тяговой аккумуляторной батареи производства Enersys линейки Hockey Waterless. Hockey, ну, Havker, короче, Waterless, так удобнее читать. Вообще новая. Значит, что я хочу вам показать? В последнее время что-то я наблюдаю за ними, что, ну, качество у них ухудшилось. То есть баки стали гнить, за год баки сгнивают, то есть отслаивается полиуретан, начинают окислы лезть. Вот этот косяк, я не знаю, устранили они или не устранили, проживет она у нас больше года, бак на этой батарее или нет. Хочу вам показать некоторые моменты. Ну, сепарацию хотел показать, не буду показывать, то есть начинают опускаться до уровня Тюменского аккумуляторного завода. Хочу вот немножечко рассказать о этом индикаторе уровня жижи. Значит, купить аккумуляторную батарею без этого индикатора уровня жижи невозможно. То есть мы на сегодняшний день уже отказались от всех систем мониторинга. Это система Y-AQ, первое, второе, третье, четвертое поколение и так далее. Отказались мы от них, потому что это абсолютно бесполезное оборудование, особенно в условиях тяжелой эксплуатации. Как бы вы батарею не эксплуатировали, как бы на ней не работали, по данным, которые пишутся в этот самописец, всегда виноват во всем клиент, ну, то бишь пользователей. То есть, в случае с чего, правда, не добиться. Значит, по этому индикатору это тоже самая бесполезная вещь. Смотрите, как он работает. Вот сейчас электрод его, вот он электрод свинцовый. Кстати, они еще, бывает, что криво отрегулированы, я с этим сталкивался. Вот этот электрод сейчас погружен в электролит. Индикатор, ну, вот смотрите, как он моргает. То есть нам показывает, сигнализирует о том, что уровень жижи как бы в норме. Теперь имитируем ситуацию, когда уровень жижи не в норме. И вот что-то должно произойти, но что? Раз моргнул. И все. Сейчас четыре раза зеленым. Два. Три. Четыре. Пять. А теперь по времени засекаем, сколько нужно прождать, чтобы увидеть, что индикатор моргнул красным цветом. То есть, ребят, ну, бесполезность этого датчика заключается в том, что время – деньги. Человек, эксплуатирующий персонал, карчик и тому подобное, он не будет в тупую стоять и смотреть, когда же этот датчик моргнет красным цветом. Вот, например, на аккумуляторах, на аккумуляторных батареях, по-моему, ФАМ или ТАП у них нормально сделано. На санлайтах сделано хорошо. То есть, электрод достал, он начинает как стробоскоп моргать красным цветом, что нет уровня, нету, нету, нету. А здесь вот непонятно, есть уровень или нет. И вот как бы если вокруг батареи ходить, вот так вот поставить, например, туда-сюда вот так вот ходить, работать и между делом смотреть на этот индикатор, то никогда не увидишь красный свет. То есть, всегда будет гореть зеленый. Как бы смысл ставить этот датчик, я не вижу. И еще хочу рассказать об одном моменте, к которому мы шли очень долго и в конечном счете мы пришли и сейчас это делаем сновья на этих батареях. Значит, с завода стоят поплывки размером 20 миллиметров. Мы эти поплывки снимаем и ставим поплывки размером 29 миллиметров. Я не знаю по какой причине, или это конструктивный просчет, или это умышленная установка не тех поплывков. Но, тем не менее, что я хотел сказать, с этими поплывками всегда происходит выплескивание электролита во время работы. И у нас батарея всегда в засранном состоянии. Мы произвели эксперимент. Ну, этот эксперимент длился на протяжении полугода. Заказали поплывки следующего размера. После смены поплывков 20 на 29 у нас проблема с самоизливом электролита во время динамической работы аккумуляторной батареи, то бишь на погрузчике во время тряски, во время ускорения, во время торможений. Эта проблема у нас ушла. Хочу чуть подробнее объяснить причину самоизлива электролита со штатными поплывками прежде всего инженером в кавычках Энерсис. Поплывки являются приводом запорных колопанов системы Акваматик. Принцип работы абсолютно такой же, как и у поплывка сливного бачка унитаза. Перелив воды во время заправки со всеми вытекающими последствиями с использованием поплавков размером 20 мм возникает благодаря отсутствию необходимой выталкивающей архимедовой силы при необходимом уровне электролита. Клапан остается открытым до тех пор, пока уровень электролита не поднимется до необходимого заглубления поплавка, при котором архимедовой силы будет достаточно для выталкивания поплавка и закрытия клапана. Иными словами, объема поплавка размером 20 мм недостаточно для корректной работы с конкретным уровнем электролита. Устанавливая поплавки следующего размера с большим объемом, мы гарантированно исключаем перелив воды даже с загрязненным подклинивающим механизмом клапанов. Теперь архимедовой силы для закрытия клапанов более чем достаточно и самоизливая электролита больше не происходит. В заключении, поплавки 20 мм имеют инженерный просчет. Инженеры не учли архимедовую силу, маркировка поплавков линейная, без учета их объема. Вот вкратце такая история о новых тяговых аккумуляторных батареях Хавкер. В дальнейшем, я не знаю, если бак снова будет загнивать, как вот у нас уже две батареи новых загнило, то, скорее всего, мы от продажи, от поставки этих аккумуляторных батарей своим клиентам будем отказываться. Ну, потому что как-то так. Вот у меня стоят баки, которые по 4 года, по 5 лет отработали, тоже загнили. Ну, это почти 5 лет. То есть, фактически, свой заложенный ресурс отходили. А новые батареи, я не знаю, гниют. Короче, как-то так. Благодарю всех за внимание, желаю всем удачи. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней. Субтитры сделал DimaTorzok